Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой, с которым она отчиталась перед депутатами Законодательного собрания, побил рекорды. На этот раз документ занял 254 страницы. Кстати, год назад омбудсмен была более лаконичной. К этой цитате известного анварского и российского поэта омбудсмен добавила и от себя. В любых ситуациях нужно не отступать от жизненных принципов, быть добрее и всегда добиваться истины. Впрочем, на лирические отступления у депутатов времени не было. На самой сессии омбудсмену предложили уложиться в пять регламентных минут. С учетом моего поступления, регламента, всего пять минут, я очень кратко остановлюсь, буквально реперно, на отдельных проблемах. В 2019 году проведено 115 личных приемов, на которых было принято 620 человек. Ему адрес поступило 2415 обращений. Это сводная статистика и письменных жалоб, и тех, что поступили по телефону и были транслированы на личных приемах. Кроме того, учитываются и обращения к общественным помощникам Нины Шалабаевой. Их у омбудсмена 42. При этом положительно были решены проблемы только в 883 случаях. Вместе с тем, хотела бы отметить тот факт, что усиливаются иждивенческие настроения у граждан, которые обращаются в мой адрес. Среди жалобных трендов прошлого года Нина Шалабаева обозначила следующие болевые точки. Это проблема с обеспечением лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Несоблюдение органов местного управления, порядка учета, ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма. Факты необоснованных отказов медицинских работников, выдачи гражданам рецептов на лекарственные препараты. У полномоченного по правам человека поинтересовались и тем, почему так мало обращений из новосибирской глубинки. И может ли это свидетельствовать о том, что на селе все благополучно с защитой прав человека? Да, я тоже анализировала ситуацию и думаю, надо же. Наверное, с правами человека вот там все хорошо. Я схожу по городу Татарску. Несколько лет по нулям было. Но когда я туда приехала и проводила прием, за первый день 46 человек. То есть проблемы существуют. Сложно сказать, инертность это или что движет людьми, не знаю. К ежегодному докладу омбудсмена депутаты отнеслись благосклонно. У меня сложилось такое впечатление, что она очень заинтересована, очень толково организует свою работу. Вы на самом деле очень активны, везде бываете. Что касается деятельности нашего комитета, мы тоже вам благодарны. Поэтому большое спасибо вам и долгих лет работы. Нина Николаевна так держать. И везде, где будет требоваться наша поддержка, мы ее, конечно, окажем. Правда, из этого комплементарного ряда выбивался вопрос депутата Ильи Полякова. О том, насколько омбудсмена погружена в решение проблем с расселением ветхого и аварийного жилья. Ситуация выглядит так, что мэрия лишает людей, проживающих в аварийном жилье, законного права на получение новых квартир. Это право закоплено Конституцией. Как вы намерены реагировать на это бездействие новосибирских властей? Ну, конечно, все упирается в финансирование. Вы же прекрасно понимаете, что финансы есть финансы. Я направляю свои запросы и главы муниципальных образований, и в мэрию города Новосибирска, получая объяснения, разъяснения от них. В сухом остатке и депутат, и уполномоченный по правам человека могут использовать ресурсы друг друга для того, чтобы решить застарелую для области в целом, и особенно для Новосибирска в частности, проблему. Мы с ней договорились, что мы с ней встретимся, значит, и будем это детально обсуждать. То есть, ну, я думаю, что это начало нашей с ней совместной работы в этом направлении. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.